Всем привет! Сегодня мы поговорим о привычках и продуктах, которые разрушают поджелудочную железу. В видео также сможете узнать очень много полезной информации для здоровья этого органа, поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Ещё хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 66% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу командой, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра! Одним из важных органов в пищеварительной системе является поджелудочная железа. Она выполняет множество функций в организме. Железа участвует в выработке ферментов, необходимых для расщепления белков, жиров и углеводов в кишечнике. Также этот орган влияет на гормональный обмен, так как выделяет инсулин и глюкогон. Инсулин необходим для проникновения глюкозы внутри клетки. Это источник энергии для всех внутренних органов. Глюкогон, наоборот, способствует расщеплению веществ в печени и мышцах с целью образования глюкозы. Поджелудочная железа работает каждый приём пищи и часто страдает от различных заболеваний. Сам орган располагается в брюшной полости рядом с желудком и двенадцатиперстной кишкой. Железа состоит из трёх отделов – головки, тела и хвоста. Каждый участок выполняет свою определённую функцию в организме. При поражении боль будет локализована именно в месте расположения воспалённого отдела. При панкреатите возникает опоясывающая боль в верхней части живота, нередко тошнота, рвота и нарушение стула. Неправильные продукты, вредные привычки, инфекции способны навредить поджелудочной железе и нарушить её функцию. Далее мы рассмотрим привычки в еде, вредные для этого органа. Влияние вредных пищевых привычек на здоровье поджелудочной железы. От вашего питания зависит не только работа внутренних органов, но и внешнее состояние кожи, волос и ногтей. Не зря есть поговорка «ты – это то, что ты ешь». Богатые витаминами продукты способны продлить красоту и молодость организма. Наоборот, вредные вещества приводят к развитию хронических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Недостаточное количество белка в рационе, избыток жирной пищи заставляют поджелудочную выделять большое количество ферментов ежедневно. В таком режиме орган работает на износ. Несбалансированный рацион приводит к повышению уровня холестерина и сахара в крови, развитию сахарного диабета и других недугов. Воспаление поджелудочной железы в медицине называется панкреатит. Он бывает разной степени тяжести, но в запущенных случаях деструктивные формы могут привести к серьёзным последствиям, даже к летальному исходу. Поэтому важно знать продукты и привычки, которые вредят органу, и не злоупотреблять ими. Перечень самых вредных для поджелудочной привычек и продуктов. Эти продукты не несут особой питательной нагрузки и в целом не нужны организму. Их присутствие в рационе, наоборот, способно навредить и вызвать воспаление поджелудочной железы. Чрезмерно солёная пища. В день рекомендуется употреблять не более 5 г соли, её избыток, нарушает работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Натрий, поступающий в клетки в большом количестве, притягивает за собой воду, что вызывает отёки. Увеличенные клетки сдавливают сосуды и нервные окончания, провоцируя боль в животе, а также ухудшение кровоснабжения органа. Недостаточное поступление питательных веществ провоцирует воспаление железы. Слишком наваристые бульоны. Супы с большим количеством мяса, холодец или заливное – любимые блюда многих мужчин. Однако такое питание зачастую вызывает нарушение функции поджелудочной железы. В этих блюдах много жира, который провоцирует синтез пищеварительных ферментов в большом количестве. Не стоит употреблять слишком наваристые бульоны чаще 2-3 раз в неделю. Для разнообразия готовьте овощные супы, которые богаты витаминами и клетчаткой. Кофе. Продукт спорный, так как сам по себе кофе не вредит поджелудочной железе. Его негативное влияние сказывается только при избыточном и неправильном употреблении. Выпивая более двух чашек в день, вы провоцируете большой выброс ферментов, которые спустя некоторое время приведут к воспалению органа. Рекомендуется пить кофе после еды, а не на голодный желудок. Если напиток попадает в пустой желудок, то массовый выброс ферментов вместо расщепления пищи окажет раздражающее действие на слизистую оболочку. Добавление майонеза в салаты. Этот соус считается одним из лидеров по содержанию вредных жиров, консервантов, уксуса и нежелательных химических соединений. Его употребление опасно не только для поджелудочной, но и для сердечно-сосудистой системы. У людей, которые регулярно едят майонез, растет уровень холестерина в крови, что приводит к атеросклерозу и другим болезням. По этой причине употребление майонеза необходимо строго контролировать. Можно позволить себе салаты с майонезной заправкой на праздничном столе, но не на повседневной основе. Кондитерские изделия. Сладости, выпечка и аналогичная продукция опасны для поджелудочной железы. Поступление большого количества сахара требует интенсивной выработки инсулина. Это повышает нагрузку на железу и заставляет её работать в усиленном режиме. Спустя какое-то время поджелудочная начнёт не справляться с выполнением своих функций. Не страшно, если вы съедите кусочек горького шоколада с чаем. Однако, если каждый приём пищи на десерт у вас пирожное или торт, то избыток углеводов отрицательно повлияет на работу органа. Наиболее опасно для желудочно-кишечного тракта сочетание простых углеводов и жиров. Избыток специй в блюде. Слишком острые или пряные блюда негативно отражаются на здоровье поджелудочной. В ответ на такую стимуляцию выделяется панкреатический сок с ферментами, что заставляет орган работать в полную силу. Если в день таких приёмов пищи будет много, то железа не сможет справиться с такой нагрузкой, что приведёт к её воспалению. Газированные напитки Поджелудочная железа вообще не любит сладкие продукты. Длительное их употребление нарушает её работу, поэтому не рекомендуется злоупотреблять газированными напитками. Кроме необычного вкуса и шипения во рту, они не несут ничего полезного для организма. Наличие в газировке красителей и консервантов вызывают раздражение не только внутренних органов, но и слизистые оболочки желудка и кишечника. Копчёности Вы наверняка видели в магазине различные колбасы и сосиски с пометкой «с дымком». Именно от таких продуктов лучше отказаться. Они чрезмерно нагружают поджелудочную железу, приводят к её повреждению. Особенно копчёности запрещены людям с хроническим панкреатитом. При этом заболевании снижается активность ферментов, поэтому организм не может переварить тяжёлую пищу. Фастфуд. К этой группе относятся все полуфабрикаты – картошка-фри, гамбургеры и прочее. В их составе много жиров, фосфатов и усилителей вкуса. Все эти вещества являются ядом для поджелудочной железы. А большое количество быстрых углеводов приводит к ожирению и даже развитию сахарного диабета. Такой рацион спровоцирует и другие заболевания в виде камней в почках или желчном пузыре. Грибы. Этот продукт считается достаточно тяжёлым для переваривания. Грибы рекомендуется употреблять в небольших количествах в отварном виде. В других случаях содержащийся в грибах хитин часто провоцирует вздутие живота и тяжесть. Ещё одна опасность в том, что грибы накапливают вредные химические соединения, которые вместе с этим блюдом поступают в организм. Самая неудачная комбинация для здоровья поджелудочной железы – жареные грибы, так как кроме самого продукта дополнительно на орган влияют трансжиры. Кислые ягоды и фрукты. Трудно представить себе правильное питание без ягод и фруктов. На самом деле они не запрещены при хроническом панкреатите, но стоит ограничить их количество, чтобы не спровоцировать ухудшение самочувствия. Здоровым людям кислые фрукты также рекомендуется контролировать. Они вызывают раздражение слизистой оболочки, желудка и кишечника. Жёсткие плоды содержат трудноперевариваемую клетчатку, поэтому усложняют работу поджелудочной. Обычно это недозрелые фрукты, яблоки, груши. Грибфрут, апельсин стимулируют значительную выработку панкреатического сока, поэтому их рекомендуется употреблять не чаще 2-3 раз в неделю. Лимон при хроническом панкреатите лучше исключить полностью, а здоровым людям можно съедать не более 2 колечек в день. Чеснок. Овощ является стимулятором секреторной функции органов пищеварительного тракта. Несмотря на все полезные свойства этого растения, его влияние на поджелудочную неоднозначно. Людям без проблем с этих органов рекомендуется ограничить приём чеснока до 2-3 зубчиков в день. При остром панкреатите есть его категорически запрещено. Вне обострения чеснок можно включать в рацион в минимальных количествах, помня о том, что он может спровоцировать воспаление железы. С другой стороны, полностью отказываться от овоща не стоит. Он нормализует пищеварение, секрецию соков, способствует очищению печени и кишечника, чистит сосуды и укрепляет иммунитет. Вредные привычки, не связанные с продуктами питания. Зачастую даже при правильном сбалансированном рационе возникает тяжесть или боль в области поджелудочной. Причиной становятся наши вредные привычки, которые формируют быстрый темп жизни и постоянный дефицит времени. К воспалению органа приводят редкие приёмы пищи с большими порциями, перекусы на бегу, приём пищи по ночам, слишком горячая или холодная еда, стрессы. Нервное перенапряжение занимает отдельную позицию в этом списке. Нередко из-за стресса люди перестают есть или, наоборот, чрезмерно переедают. Кроме того, длительная нервозность снижает иммунитет, делает поджелудочную железу более восприимчивой к различным инфекциям. Здоровье органа в ваших руках. Оно во многом зависит от правильного питания, отсутствия вредных привычек. Не злоупотребляйте вышеперечисленными продуктами, чтобы не перегружать орган. Тогда железа будет здоровой, а пищеварительный тракт будет функционировать полноценно. Это избавит вас от многих недугов в виде панкреатита, гастрита или желчнокаменной болезни. Старайтесь придерживаться сбалансированного питания с грамотным распределением белков, жиров и углеводов. Ведите активный образ жизни. Это улучшает кровообращение, питание и заживление внутренних органов. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч!